Глава двенадцатая Он очень боялся, как бы кто не узнал, что он уголовник, а потому ему не хотелось привлекать внимание полиции. Он решил обращаться с женой учтиво. В прошлом у нее не было свое мнение, и немногого он мог добиться от нее, если был с ней груб и жесток. Они находились недалеко от гайд-парка, и именно туда Тревор и направился, так как им надо было найти укромное место, где можно было спокойно поговорить. Когда они дошли до парка, солнце уже зашло, а птицы все еще радостно пели, сидя на самых верхушках деревьев, где было больше света. На небе слабым светом зажглись две звездочки, и надвигающиеся сумерки умиротворяли все вокруг. Она знала, что дома беспокоятся о ней. Розе вглядывается в темноту, и ей казалось, будто ее мать идет по дороге. Рэйчел опустилась на одну из скамеек в парке и, закрыв лицо руками, разразилась горькими рыданиями. С тех пор, как она услышала последние слова полицейского, она не произнесла ни слова. Но, вспомнив свой тихий, мирный, теперь уже утраченный дом, она громко зарыдала. «О, Боже, помоги мне! О, Боже, спаси меня!» «Я не собираюсь плохо обращаться с тобой», — пробормотал Тревор. «Просто ты моя жена, а Розе — моя дочь. Я буду относиться к вам хорошо. Ты только мне покажи, где вы живете. И неделю я и близко не подойду к вам. Но уже так будет справедливо. А завтра ты можешь развлекаться. Я не хочу портить тебе праздник. Думаю, Розе уже большая, и если она похожа на тебя, держу пари. Она красавица! — Тревор! — заговорила Рейчер, с трудом сдерживая слезы и произнося слова как можно четче. — Если ты скажешь, где ты живешь и позволишь мне только раз сходить домой, не следя за мной, я даю тебе честное слово, что приду, куда скажешь и когда скажешь. Я обязательно приду. Только я хочу, чтобы дома знали, что со мной, и что мне придется уйти от них. — Ты что, снова вышла замуж? — Резко прервал он ее. — Нет, о нет! — плакала она. — Я работаю у них. Не смотри так на меня. Они хорошие люди. Я живу у них, и они научили меня добру. — Хм, добру! — повторил он. — Ты была ничем не хуже любой девушки в Англии. Когда-то ты любила меня, Рейчел. Что произошло, что ты стала так груба со мной? — Много. — Да, сотни раз я думал о том, как встречусь с тобой. И говорил себе, парень, если та, которая верна тебе, сердечно примет тебя, когда ты вернешься. Когда мисс Курти сказала, что никто не знает, что с тобой, я был убит горем. Я рассчитывал на тебя. Думал, что ты будешь ждать меня. Снова и снова я отдал бы все на свете ради твоего поцелуя нашей Розе. Муж говорил с Рейчел так мягко и нежно, что в ее сердце появилась робкая надежда. У него был такой же тихий голос, каким он говорил с ней в те далекие дни, когда она тайно убегала из кухни особняка, чтобы встретиться с ним в Риге между стогами душистого сена. Она слышала, как порхали и щебетали стаи птичек, как мычали быки на соседней ферме, как раскачивалась калитка, предупреждая о том, что кто-то приближается к ним, и они со смехом убегали, чтобы спрятаться под стогом сена. Ее сердце переполняло нежность к мужу. В сгущающихся вечерних сумерках она пододвинулась ближе к нему и поцеловала. — Ох, если бы ты был только праведным человеком! — воскликнула она. — Мы могли бы быть так счастливы! Неужели там не было другого доброго священника, который рассказал бы тебе о нашем Спасителе Боге, который всегда видит нас? Господь любит нас, невзирая на то, что мы совершили много зла. Священник Торнбери был первым, от которого я узнала об этом, а от людей, у которых я живу, я узнала еще больше, поэтому я никогда не буду прежней. — Все это бабушкины сказки! — с ухмылкой сказал Тревор. — Богачи хотят, чтобы мы поверили в это. Так им легче управлять нами. Сами же они не верят, что Бог видит их и проводят жизнь в безделии, расшвыривая деньги направо и налево, в то время как у них под боком люди умирают от голода. И кроме голого пола им не на чем больше умереть. — Нет-нет, Рэйчел, они не верят в это, но это для них безопаснее внушать это нам. Я думал, что ты достаточно умна, чтобы не дать себя облапошить. — Не поверить в это было выше моих сил, — мягко ответила Рэйчел. — Мне нравится думать об этом. Некоторое время они сидели молча. Рэйчел обдумывала, что ей делать. Казалось, у нее не было выбора. Все пути были закрыты, и все же она с надеждой хваталась за каждую мысль, посещающую ее смущенный разум. Хмельная порочная жизнь была запечатлена на лице Тревора. Рэйчел не надеялась на какие-либо перемены в нем, даже если бы он уверял ее, что изменился к лучшему. Он казался более упрямым и жестоким, чем в молодые годы. И тем не менее сердце ее было преисполнено состраданием и скорби. Он был таким же жалким, таким беспомощным и таким же несчастным, какой была некогда она, пока не встретилась с Сильванисом Крофтом. Тревор выглядел таким одиноким, будто никому в мире не было до него дела. Она была его жена. У него не было человека ближе ее, и, выходя за него замуж, она решила, что ее место рядом с ним, если бы только он не был отцом Рози. Это было камнем преткновения. Ради Рози она с готовностью и даже с охотой оставила бы свой тихий, уютный дом и разделила с мужем его участь. Стать соучастницей зла по принуждению было бы для нее трагедией. Но она взрослая женщина, и у нее достаточно сил, чтобы защитить себя, чтобы с Божьей помощью преодолеть искушения и жить достойно, даже если с мужем она будет несчастна. Однако быть рядом с ним — ее долг. Возможно, она поможет ему встать на путь истины и возрадуется той радостью, которой ангелы на небесах радуются об одном кающемся грешнике. Но Рози не может жить в логове греха. Нет, она лучше умрет, чем скажет ему, где ее любимая дочь. — Ну же, Рэйчел! — мягко заговорил он. — О чем ты задумалась? — Я пойду с тобой, — печально ответила Рэйчел. — Куда бы ты меня ни повел, и постараюсь быть тебе хорошей женой, какой только могу, только я не перестану верить в Бога и стремиться быть лучше. Не перестану, даже если тебе это не понравится, и ты захочешь убить меня. Я не знаю, во что верят богатые люди и ученые, но с того момента, когда я обрела уверенность в том, что Бог видит нас и любит такими, какие мы есть, с того момента я стала лучше, счастливее, нежели мечтала о том в Тарнбирской тюрьме. Тревор насвистывал мелодию старой песни, которую Рэйчел хорошо помнила. Вдруг он остановился. — И так, — сказал он, — ты собираешься провести здесь всю ночь? — Я пойду туда, куда пойдешь ты, — ответила она. — Теперь у меня нет иного дома, кроме твоего. — Разве ты не собираешься показать мне свой дом? — поинтересовался он. — Нет, никогда, — произнесла в ответ Рэйчел. — Я никогда не скажу тебе, где моя Роза, хотя мое сердце разрывается от того, что мне придется быть вдали от нее. Но дома ей не угрожает опасность. Она там счастлива и здорова, и, дай Бог, никогда не станет такой, как я. — Хм, я все равно найду ее, — поклялся Тревор. — Ради этого я не пожалею ничего. Ты никогда не сможешь быть вдали от нее. Ты никогда не сможешь сохранить свою веру в том месте, где нам придется жить, моя прекрасная леди. Ты думаешь, Бог увидит те места, где живут такие, как мы? Если бы он все видел, то сжег бы Лондон огнем и серой. — Нет, богатые думают, будто мы, бедняки, рождены для того, чтобы они нас топтали, как своих рабов, а мы, бедняки, не видим никакого зла в том, чтобы обкрадывать их, когда представляется такая возможность. — Все справедливо, Рэйчел. Только ни они, ни мы не живем благочестиво. Вновь и вновь он пытался отвлечь ее от ее мыслей и уговаривал показать, где она живет. Все было напрасно. Она твердо стояла на своем, хотя сердце ее сжималось, когда она думала о Розе. Была ночь, когда Тревор прекратил свои старания. Небо, чистое и безоблачное, было усыпано сверкающими звездами. Раздраженный, сердитый, он молча схватил Рэйчел за руку и потащил ее по темным узким улицам к жутким ночлежным домам, где, вероятнее всего, он встретит кого-нибудь из своих приятелей. Наконец, они нашли место, где переночевать. Это был глубокий грязный подвал, набитый жалкими обитателями. Много убогих мест видела Рэйчел, пока, прося милостыню, бродила по улицам, но еще никогда стопы ее не переступали порога такого места, как это. Она нашла для себя самый темный угол и, пригнувшись как можно ниже, чтобы скрыться от посторонних глаз, всеми силами старалась не видеть и не слышать всего, что творилось вокруг. Тревор не докучал ее. Ему, возможно, так и хотелось выплеснуть на нее свое дурное настроение и разочарование, но он не забыл слов полицейского. Он решил, что не будет оскорблять ее, чтобы у нее не было повода развестись с ним. Субтитры сделал DimaTorzok